Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Портал детали. Продвигают вообще концепцию палестинского государства и собираются, так сказать, с одной стороны, прикрыв Израиль на совбезе, наложив вето на резолюцию, призывающую к немедленному прекращению войны, а с другой стороны, продвигают создание палестинского государства. Понимаешь, что очень интересно? Ну да, проголосовало 99, 11 голосовало против, только арабские фракции, только. То есть они как бы не против, они голосовали за создание палестинского государства? Нет, они голосовали против этой резолюции, которая выполнена правительством, а так и вся коалиция. И большая часть оппозиции, все голосовали за эту резолюцию. Только 11 арабов против, а в воде не присутствовало, ну кто-то из министров там или еще откуда-то не пришел. То есть 11 против, 99 за эту резолюцию и 10 отсутствовали, да? А что она означает? Она обозначает, что нельзя, что мы против того, чтобы объявляли палестинское государство без нашего согласия. Но если нашего согласия нет, то как-то все равно против мы или за. Вы, пожалуй, объявляйте, да, что хотите? Да. А при этом представить себе ситуацию, в котором, ну, в правительство Светомар Бенгвиром и Бессалелем Смотовичем объявят, ну, согласиться на объявление палестинского государства, в принципе, невозможно. То есть Израиль как-то пропустил возможность создать палестинское государство по согласию. Хотя мы все время говорили, что мы же не аннексируем, мы за палестинское государство. Но не сейчас, а позже. Ну, когда позже, непонятно. Было сразу после Шестидневной войны, когда у Израиля оказались эти территории, израильский премьер-министр Леви Ишколь поехал во Францию. Французы сказали, уходите вы, типа, оккупировали территорию, ну, выиграли войну, теперь вы уходите. Теперь отдайте. Можно подумать, что все остальные, вот, после того, как выиграли Вторую мировую войну, быстренько взяли и ушли с завоеванных территорий. Да, но есть всего два варианта обычно, что делать с этой территорией. Можно либо уйти из нее, либо аннексировать. То есть, либо создать там государство, которое будет союзником, но ты будешь там присутствовать и так далее. Но не может существовать территория без государства. Либо государство создается, либо аннексирует. То есть, можно условно этот, или так, или так. То есть, в принципе, создание какого-то марионеточного в тот момент государства, оно бы как бы всех успокоило, все бы обрадовались и замолчали. Да, или наоборот аннексия. Ее труднее было бы провести, но можно было. Но мы не хотим аннексию, потому что мы не хотим получать палитинское население. Тем более, что в 67-м году это еще было непонятно, но она растет гораздо быстрее, чем израильская. В той же Газии полное удовлетворение населения каждые 17 лет. Так вот, когда Леви Школь после Франции поехал за полдну искать нового союзника США, потому что до 67-го года нам оружие рассландовало Францию. Он приехал, он говорил с президентом Джонсоном, и они ходили по ферме, там были бычки, все хорошо, потому что во Франции его принимал Помпиду, и Помпиду вел себя с ним как аристократ с местечковым евреем. Тут приехал этот фермер, тот фермер, бычки, и они оба говорят, просто душа в душу. И вдруг Джонсон ему говорит, «Господин Школь, я все понимаю, но я думаю, что вы приехали через океан не для того, чтобы посмотреть моих бычков». Я хочу вас спросить, вот вы решили, что делать с этими территориями? Потому что можно было все забрать, можно было чай, мы вас, может быть, поддержим. «Ну скажите, что вы хотите? Какими вы видите?» Слушай, как это похоже на то, что сейчас с газой происходит, да? То есть все говорят, а давайте так, а давайте так, а мы молчим, как рыба об лед, да? И говорят, так что же вы хотите? А мы не знаем. А если знаем, то не скажем. Подождите, так вот, он говорит, скажите, мы, может, вас поддержим. Потом посол Бобин говорил, что если бы Израиль после 67-го года решил бы или туда, или сюда, то мы бы, конечно, дали бы несколько нот протеста, устроили бы публичную кампанию, но мы бы с этим смирились. Но Израиль не соглашался ни на то, ни на чём. И президент Школь, в имени Министерской школе сказал президенту Джонсону на вопрос, какими вы видите границы еврейского государства, он честно сказал, мы ещё не знаем. То есть мы их не видим? Ну да, с тех пор прошло 57 лет. И мы так и не видим. Мы до сих пор не знаем. Нет, но у соглашения ОСЛА была попытка, значит, что-то внести в это. Подождите, а где там была эта, ну, граница, что-нибудь там? Там соглашение ОСЛА обозначало, что мы начинаем процесс. Так. Вот, при этом мы начинаем процесс, но там вообще не обговаривались. Ни границы, ничего не другого. Но теперь, и каждый раз, когда говорится, ну, ребята, ну давайте решите уже. Мы говорим, а почему сейчас? Куда торопиться? Мы хотим, это палестинцы не хотят, но при этом там всё международное сообщество говорит, они-то вроде бы и хотят, но они постоянно зателяют своими людьми эти территории, которые они не анонсируют. Как так быть? То есть они, в смысле, Израиль заселяют? Да. Ну, это с точки зрения... То есть всё труднее и труднее проводить вот это вот пограничное? Да. Чтобы в конечном итоге это стало невозможно. Если там будет жить миллион человек, а это уже в скором времени будет, как ты проведёшь размешивание? 7 тысяч из газа вывезти, это была трагедия национальная, а миллионы эти будут. Как ты это сделаешь? Поэтому вот сейчас в суде против Израиля рассматривается уже не вопрос просто военных преступлений, а как военное преступление рассматривается поселение. Но, не будем говорить об этом, а у Израиля есть законные основания, вполне справедливые, опасаться палестинского государства, без сомнения. Другой вопрос, что откладывание этого вопроса не делает это будущее палестинское государство более добрым по отношению к нами. Более того, в 67-м году, и будем говорить так, первые пару десятилетий даже, можно было не создавать палестинское государство, можно было договориться за газу к Египтам, разделить её между Египтом и Израилем, тем более, что Израиль всё равно отдавал Египту Синайский полуостров. А иудеи и Самарии можно было разделить с Иорданией, и там были самые разные варианты, включая, что часть территории берёт Иордания, и всё население становится гражданами Иордании. Это так называемые Мадридские соглашения. Сегодня бы на них согласились все. Но в 80-е годы они казались так чем-то абсолютно ультралевым. Сегодня, наконец, этот Кнессет решил, что мы против того, чтобы это сделали без нашего согласия. А на что мир смотрит и говорит, ну, 57 лет же, типа, ждём, на что вы согласны, и вы никак не можете решить. Вот суть сегодняшнего решения. Хорошо. Ну, а как долго это может продолжаться, на твой взгляд? То есть это вот, так сказать, придёт стремиться к бесконечности? Смотри, тут сегодня мы стоим ближе к палестинскому государству, чем когда-либо за последние, там, десятилетия, которые мы, я имею в виду, мы с тобой находимся. Понимаешь, все почему-то считают, вот иностранные, так сказать, партнёры, что создание палестинского государства, оно решит проблему. То есть ведь говорят как, вот мне очень нравится вот эта мантра, которую повторяет, когда будет создано палестинское государство, которое будет жить в мире и согласии с государством еврейским. А кто сказал, что оно будет жить в мире и согласии? Вот возьми, пожалуйста, это самое, то же самое Ливан, самостоятельное государство, оно что, живёт в мире? Когда Израиль не предлагает свой вариант, то в конечном итоге будет какая-нибудь мирная инициатива Байдена с фантомом, ну, фетишем палестинского государства, в который уцепится весь мир, как будто палестинское государство решит все вопросы, а он не решится. Но, знаешь, есть, ну, такое, в иерудейской традиции сказано, что Машиах когда-нибудь въедет в Евгусталим на осле. То есть они считают, что уже въезжал. А в этом отношении вот это самое правое-правое правительство с двумя длинноухими Бицарелем Смотрячем и Тамаром Бенгвиром вот взяло сейчас и подкатило еврейское государство к необходимости создания палестинского государства, причём при самом худшем для нас сценарии и на самых худших для нас условиях. Давид, как ты думаешь, чем завершится история с инициативами Бенгвира, который поддержал, эти инициативы поддержал Натаниагу, ввести ограничения во время молитвы Рамадана на Храмовой горе не только для жителей территорий, как, собственно, проводятся эти ограничения регулярно перед праздниками, но и для мусульман, израильских, израильских арабов, что, в общем-то, по-моему, беспрецедентная история. Причём, что интересно, руководители спецслужб и руководитель МОСАДа, и руководитель Шабака, и руководители военной разведки протестовали. То есть они считали, что не нужно этого делать, потому что это только подливает масло в вагоне. Тем не менее, Натаниагу поддержал Бенгвира. Чем закончится это бодание? Ну, смотри, есть два варианта. Вариант плохой и вариант хороший. С какого начинать? Давай начинать с хорошего. У нас так мало в жизни хорошего. Хороший вариант закончится так же, как с металлоискателями на входе в Храмовую гору. Мы помним, как Венемин Атаниагу решил, ну, то есть поддался решению ввести эти металлоискатели вместо открытых камер. Как только это было. Ну, то есть это можно было, но это надо было трясать, решать и так далее. Ну, как в своё время у туннеля, в цехосмонейского туннеля было два входа. Один вход открывали при этот прежних правительствах, ещё при Мапае. И тогда мэр Иерусалима, израильские вот министры, они сидели с арабами, и они говорили, что мы выпили несколько соток кружек кофе. Это вредно взять. Но открыли без, так сказать, крови. И было открытие второй части Хакмонейского туннеля при Натаниагу в 96-м году, когда он только пришёл в власть. Да, я помню, какой сказал он. И выехал во Францию и в Британию. И у нас было кровопролитие. Да? Причём это достаточно страшное, потому что по тем временам, конечно, несравнимое с тем, что было после этого, но по тем временам достаточно страшное. Точно так же тут можно было вести металлоискатели. Для этого надо было сидеть, медленно, спокойно договариваться и делать всё по согласию. Кстати, Давид, эти металлоискатели, ну, это, знаете, рамки металла. Я понимаю, они есть в Саудус-Каране. Они есть в Саудус-Каране в Мекке, да, то есть во многих странах. Это же в первую очередь для защиты верующих. Как правильно я тебе сказал, Яков Фальков, для этого надо сидеть и договариваться. Да. Я смотрел вашу передачу. Всем советую посмотреть беседу о Храмовой горе Александра Гураге с Яковом Фальковым. Очень хороший. Яков Фальков, историк, да, очень интересно рассказал. Мы дадим ссылочку. Но, так вот, как тогда это было? С чего оно вдруг начало? А потом уже очевидцы, только советники Натаньягу, они говорили, что в ходе того заседания, когда он Натаньягу несколько раз менял настроение, он четыре раза выходил ответить на телефон. Звонил ему некто Яир. Ну, Яир Натаньягу. И орал на премьер-министра, требуя таки вести вот эту вещь. И Натаньягу подался и вел. После этого... Там, наверное, на фоне крика Ира раздавался еще пронзительный крик супруги премьер-министра. Ну, может быть, я не знаю. Но после этого, через какое-то время, в ответ на возмущение, сначала были убраны металлоискатели, потом открытые камеры были заменены скрытыми, а потом убраны и камеры тоже. То есть вместо того, чтобы усилить безопасность, мы ее в разы убрали. Ну, и, кстати, надо отметить, что в процессе вот этих беспорядков погибло несколько полицейских, то есть Мишмарагулли. Да. Так вот. Хороший вариант, точно так же будет синистративой Блингвира, ведут, потом отменят. Это хороший вариант. Плохой вариант. У нас война с Газой, но без интифады в Иудее и Самарии, без выступлений израильских арабов. Израильские арабы присоединялись к таким выступлениям только несколько раз. В 80-х годах, в 0-х годах. Всегда это было только по одному вопросу. По вопросу храмовой горы. Только по одному. Не по какому другому вопросу. В 2000 году поход Шарон на храмовую гору привел к этим событиям. Подожди секундочку. Как ты говоришь, только в 2000-м. А вот когда у нас были, так сказать, беспорядки в арабских городах, это было буквально несколько лет назад. Тоже было связано с храмовой горой. Тоже были вещи, которые шли оттуда. Но именно с этих беспорядков Амаз объявил себя защитником храмовой горы. Что он никогда не делал до этого. А в 80-х годах тоже все началось с храмовой горы. Поэтому это очень взрывоопасный вопрос. И как это объясняло несколько раз мне люди понимают, они говорили, посмотри, пока не затронута храмовая гора, наши вопросы с арабами, это локальный вопрос. Как только затрагивается храмовая гора, это вопрос столкновения со всем мусульманским миром от Индонезии до Туниса. Все. Это весь мусульманский мир должен как-то заявить по этому поводу. Поэтому хороший вариант сами отменят после малых беспорядков. Плохой вариант это антифада, которая значительно ухудшит ситуацию в государстве Титрай. Такое тоже возможно. Но вообще есть такая хорошая, эта пословица русская, как очень ее любят российские женщины, но неотеченные высшим образованием. Какая разница? Один гребет, ну, другой словом, а другой разница. Так вот в государстве Израиль у нас гребут обычно левые, они выигрывают все войны. А вот разница там, и поджигают это такие вот правые товарищи, которые поджигают, но ни войны, ни противостояния управлять им не умеют. Поэтому вот идеальный вариант на противостояние с арабами это такой тип, как Ольмир, который у него этот, шла война, газу бомбили напалмом, а он в этот момент лидеры разных государств, сидели у него в резиденции, и он им объяснял, как он любит мир. Просто, как любит. И Меркель смахивала скупую немецкую слезу по этому поводу. Да, в этом искусство дипломатии. Давид, сегодня парламентская комиссия по госконтролю провела бурную дискуссию по вопросу полного провала призыва ультраарадоксальной молодежи на службу. А нужны ли вообще ультраарадоксы в армии? Но при этом я, кстати, хочу еще заметить, что сейчас растет вообще большое недовольство среди тех, кто служит. Сейчас люди служат в Милуиме, то есть в резерве. Признаны. Воюют в Газе. Побросали работу. Побросали бизнесы. И им сейчас увеличивают, сейчас принят закон об увеличении срока воинской службы, об увеличении срока резервистской службы. С другой стороны, ультраарадоксы, которые не служили, не служат и служить не собираются. Более того, это правительство ведь было создано и записало в качестве одного из главных целей своих. Это записано в их коалиционном договоре. Проведение специального закона, как основного закона, который не сможет богат отменить, о том, чтобы закрепить за выпускниками, ну, учениками и живота, чтобы они не служили. И постоянные выступления по этому поводу. Ладно, это до войны, там, типа, Гафник, который говорил, ну, сейчас так будет, половина народа будет служить. А половина их кормить. А половина будет учиться. Кто будет в этот момент работать, понятное дело, что те же, кто будут служить. Но это в добро так. Но ведь и сегодня, там, допустим, министр связи Шлома Карри, не путать с приправой, он сказал, что ежегодники защищают Израиль гораздо больше. Силой молитвы, конечно, кто же спорит. гораздо больше, чем солдаты и гадиристы. Ну, видно, после 7 октября, почему мы виним только спецслужбы. Я бы закрыл половину ежегод за нерадивое выполнение своих обязанностей. То есть, хреново молились? Да. Не искренне? Ну, вот, одна из иллюзий, которая погибла 7 октября, это то, что можно обойтись маленькой армией, потому что у нас есть ракеты там. Да, говорили, маленькая профессиональная армия, зачем нужны танки, зачем нужны все это? Да, не, вообще, может, что можно обойтись? Нет, сегодня видно, что маленькой армии нельзя обойтись, нам нужно много людей, нам нужно много людей, которые могут быть эгрегистами, и более того, нам нужны люди, которые проходят службу для того, чтобы каждый район Израиля можно было охранять там средствами Китот-Канану, то есть террабороны и так далее. Это сегодня понятно. Кроме нашего правительства, но именно поэтому правительство надо менять. Ну, Давид, в правительстве же раздаются голоса, возмущенные по этому поводу, и не только в Ликуде. Меня, честно говоря, немножко удивило заявление министров от партии ШАС, это религиозные сифарды, которые тоже заявляют, что вообще так дальше продолжаться не может, что нужно призыв для всех. Окей, посмотрим, когда будет призыв для всех, как они будут себя вести. Но ШАСники это в основном служат же. Ну, это кто служит, а кто вы, не, они говорят так, что не ученики и шеф или те, кто плохо учится, должны служить. Хоть что. То есть получил двойку, пойдешь на фронт. Ну, как у нас там, вылетишь из института, пойдешь в армию, мы все это проходили. Давид, весь мир обсуждает убийство Навального в российской колонии, обсуждает это и в Израиле. Как это, повлияло ли это каким-то образом на Израиль, то есть могут ли израильтяне, могут ли израильтяне, в том числе русскоязычные, сделать какие-то для себя выводы из этой истории. То есть насколько нас, скажем так, коснулось вот это событие трагичное. Одна вещь правительства, другая вещь населения, которая смотрит новости, и третья вещь русскоязычной населения. Правительство, по-моему, не реагировало никак вообще. Так вот, израильское правительство показало своей отсутствием реакции, не реакции, не своей реакции, отсутствием реакции, что оно не является частью западного мира. Точка. Такое впечатление, что они вообще даже не знают, кто такой Навальный. Их это все... Окей. Вторая вещь, что мы понимаем, что лучше все-таки... Мы еще раз поняли, насколько демократия лучше. Потому что мы с тобой можем ругать Биби, и как-то пока что не боимся, что окажемся... Ты знаешь, так часто у нас пишут в комментариях, наши комментаторы, вот какое право вы имеете ругать нашего президента или нашего... Вот попробовали бы поругать своего. Ну вот мы можем... Я могу сказать, что я хочу видеть Биби в тюрьме за коррупцию, и не сяду за эту тюрьму. А вот в России был такой вот разоблачитель коррупции. А что касается последней волны репатриантов, репатриантов, которые сами себя чаще всего называют не репатриантами, а релокантами. Красивое слово такое, да. Потому что они перемещенные. Они сменили локацию. Да? Ненадолго. А? Ненадолго. Ненадолго. Да. Когда их спрашивают, вы на ПМЖ? Они говорят, нет, мы на ПМЖ. Пока Путин жив. То есть, они пока переехали подождать и так далее. Вот им я хочу сказать одну вещь. Покойный Борис Абрамович Боризовский, которого я имел честь немножко знать, имел привычку любого человека, который к нему приходил, с ним встречался, неважно, в Лондоне, в Израиле, он начинал свое беседу со слов «Это последний год Путина». Когда ему говорили «Борис Абрамович, вы то же самое говорили в прошлом году». Он сказал, он говорил обычно так «И в следующем буду говорить и рано или поздно, я буду прав». Но он ошибся. Он ошибся, он не дожил. Да. Когда арестовали Навального, когда он сам вернулся и вот его арестовали, то люди, которые являются его сторонниками, они говорили, что Навальный в зоне до тех пор, пока этот Путин не уйдет от власти. Ну, рано я подоживал, он уйдет. У них на двоих один срок. Примерно такая была фраза. Белковский, по-моему, даже сказал. У них на двоих один срок. Но я слышал от нескольких людей. Так вот, Навальный не дождался. Навальный умер раньше, чем ушел Путин от власти. И это что нам это говорит? Нам это говорит одну вещь. Ваша единственная жизнь, она стоит того, чтобы не ждать чьей-то смерти. Будь даже такого человека, как Путин. Не надо ждать. Живите 10 часов. Живите в Израиле. Не надо быть релакантом. Будьте репетриантом. Да, такое напутствие. Напутствие вытека, как говорится. Давид, на 27 числа, 27 февраля, то есть, по сути дела, на следующей неделе, у нас состоятся муниципальные выборы. Мы немного, честно говоря, говорили в наших программах об этих выборах, потому что они то откладывались, то есть, часть людей не могут принять участие в этих выборах, часть кандидатов в мэры или в депутаты горсоветов, там до сих пор находятся в Милуиме, то есть, в армии, то есть, вообще как-то не совсем понятно, нужно ли было сейчас проводить эти выборы, но тем не менее, почему вообще, вот ты считаешь, нужно ли людям идти голосовать, вообще, ну, я даже не спрашиваю, за кого голосовать, то есть, в принципе. это не менее, это, это, выборы должны были быть 31 октября. Да, но тогда точно было недостаточно. 7 октября случилось то, что случилось. Выборы отложили на 30 января с опцией, что если 30 января будет невозможно, то сделать это 27 февраля. Теперь, большинство светских партий говорили, ну, может быть, все-таки отложим еще раз, но их не отложили. Почему? Выборы сегодня выгодны только ликудникам, ликудовским мэрам, ликудовским мэрам, харизим, которые не воюют, ну, и арабам, которые не воюют, но у них явка обычно низкая. Всем остальным они невыгодны. Сегодня обзванивают разные партии населения и люди матом ругаются. Какие выборы? Не до этого. Война. Война, конечно. Именно поэтому вам не назначили выборы сейчас. Вы, с одной стороны, говорите, мы не хотим повторения трагедии, мы хотим обновления системы, обновления власти, а с другой стороны, вы не пойдете голосовать. Если вы не пойдете голосовать, харидим пойдут и за себя и за вас. А фактически каждый, кто не приходит, усиливает в разы каждого, кто приходит. И поэтому мы можем получить на местном уровне, а я все-таки объясню, что жизнь конкретного израильтянина гораздо больше зависит от местной власти, муниципальной власти, чем от кнессы и правительства. Образование, вывоз мусора, улицы, там, все это зависит от местных властей, даже если они делают что-то вместе с центральной властью. Прошу прощения, ты забыл еще один очень важный момент, о котором почему-то забывают. величина муниципального налога арноны, как это ни странно, зависит тоже от местной власти. Не то, чтобы местная власть ее устанавливает, нет, устанавливает это Министерство внутренних дел. Но от того, как работает местная власть, зависит то, какая арнона будет. Вы посмотрите, у нас самые высокие арноны, то есть муниципальные налоги, вовсе не в самых зажиточных и богатых городах. То есть в какой-нибудь там герцли, к фаршмалиягу там одна из самых низких арнон. А вот в Батьями еще в нескольких городах арнона очень высокая. Очень просто. У нас же арнона делается по достигнутому. То есть если муниципальный бюджет заканчивает год с минусом, то есть такое бывает сплошь и рядом, муниципалитет подает просьбу дайте нам увеличить арнону для того, чтобы покрыть этот минус. МВД разрешает. То есть по сути дела увеличение арнона, увеличение муниципального налога в городах происходит по просьбе. Это награждение за халатное ведение. Ну и давай уж говорить прямо из-за воровства. Из-за воровства? Да, то есть приз. Нужно прийти и нужно прийти обязательно. Потому что мы не хотим этих выборов. Не хотели никто этих выборов сейчас. Но их надо выиграть. вернее не дать украсть власть полностью. Потому что выборы 27 февраля они так поставлены именно для того, чтобы Харидин и представители нынешней власти усилили свое присутствие. И чтобы они получили приз за 7 октября. За то, как они довели страну. Поэтому нужно прийти и нужно проголосовать. Это раз. Во-вторых, очень важная вещь. Поймите, вот партии, даже те, которые хотят потом к Несете на выборах и так далее, они очень сильно зависят от своих местных представительств. И поэтому это стоит учитывать, потому что обновление начинается 27 февраля. Ну что ж, все на выборы. Помните, такие замечательные плакаты были в Советском Союзе. Спасибо большое, Давид Эдельман, историк, политтехнолог. Наша программа подошла к концу. Ну и всех призываем на выборы. Выполните свой гражданский долг. До свидания.